всем доброе утро у меня на работе есть микроволновка я раньше работал полный рабочий день пока выяснилось что это бесполезно после обеда здесь никто не ходит и вот у меня была микроволновка старенько такая знаете но рабочая и в совершенно не пользуюсь а муж говорит что-то заикнулся один раз вот там типа это еду возить там к себе туда и все такое вы слушали у меня есть на работе микроволновка помнишь вот давай я ее это тебе отдам на хрена нам не нужно но тулаки туно и все вот сейчас я ему отвезу машину поставлю а потом он из машины из машины возьмет и будет у него микроволновка чарли я с микроволновкой с тобой не справлюсь все-таки выбежал со мной гаденыш вперед меня и вот еду я с этой тележкой смотрю чтобы он не под машину не попал куда-то не убежала в общем жесть тут правда машина стоит двух шагах ну тут везде горы подъем вверх вниз сейчас машинка у меня там стирается стираю полотенце повешу поеду валькампу за едой вот этому товарищу свитер постирал небольшой что устал не пойму приехала валькампу а здесь все по евро друзья это вот кстати очень заманчиво его так можно набрать целую тележку и не заметишь как наберешь всего до всего вот смотрите все 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 вот это вот по евро эта машина вот шампунь разные на стола до полдесятого можно во сколько вообще в компу закрывается в 10 что в общем вот все что видите это все за рубль за евро еда там вот тоже есть пойдемте посмотрим я всегда беру за евро знаете что вот такую спаржу она обычно рубль двадцать три стоит вот 50 копеек можно сэкономить она мне очень нравится ее даже на ужин когда сильно жрать хочется здесь очень мало килокалорий вот смотрите 28 килокалорий на 100 грамм и очень вкусно но это на вкус конечно она лучше вкуснее с майонезом вот это тоже вкусно так всякие всего до всего вот кстати вот эти вафли тоже вкусны несмотря на то что они без сахара возьму тоже ванильные вафельки они там три в индивидуальных упаковках печенье а еще здесь раньше здесь вы не знаете что шоколадки линдор это вообще взрыв мозга этот шоколад и он тоже бы по евро сейчас тут без сахара такие вот смотрите какие интересные какао и фрукты с дельбоски разные шоколадки пиво соки в общем все по евро у каких без пальмого масла барки куберта кончику атаку он лечь а это знаете как нами конфетки надо попробовать взять вот вид поэтому и смотрите какая тоже вкуснее барки рукавер . от нее ревина до крема до вена а это то же самое только в другом форме три знака но хочу я это за рубль наверное не хочу точнее хочу конечно же ну как-нибудь перетерплю и колбаса разной йогурт и чем все по евро не знаете что хотела творог сделать вычитала рецепт творога не вычитала увидела как там делают с йогуртом створ и и вот хотя нахрен надо следующий раз колбаска вот разные по еврику сиси сиськи телевизоры огромные чем всякая вкусняшка здесь по евро пришла в сухофрукты смотрите какой здесь наборчик интересно есть лесные ягоды прям для компота прямо вот у меня мысль давно уже находится компот сварить именно из сухофруктов дателись финики пускай может покупать сам себе прошлый раз таки вкусно купил настоящий огуречки огурцы мне в лидели нравятся очень вкусно хрустящие не такие уксусные просто обалденные так едем дальше за кормом для чарли хожу я значит хожу ну вот там соль для для сальмона солить но это все нормально так нормально смотрю бутылки воды думаю что за фигня соль бутылка воду воды думаю чуть такое такая думаю что за фигня это морская вода друзья морская вода ну надо же чтобы для готовки представляете вы когда-нибудь такое пробовали а вы говорите там воду в банках продают вот морская вода пожалуйста покупайте это вот кстати это сода разная а это соль соль с лимоном ну надо же сколько всего интересного есть люблю я вот знаете все это тоже всякое сода рассматривать что-то новенькое вот воду морскую нашла но охренеть а чего только не продают смотрите сколько масла разного какого хотите на любой вкус целый стеллаж короче с овощами фруктами у нас что-то беда совсем прям бедовая от слова совсем ничего нету может быть потому что непогода в испании поэтому короче нету никакой и фруктов и овощей трындец капец так чем не там еще то надо вот смотрю я на рульку и вот так делают рецепты с ней вкусно но блин мне кажется она мне не понравится я же жирные не люблю вот зато когда ее кушают так все вкусно короче буду дальше смотрите вот тебе взяла вырезку вот такую фарш делать вот это да а всякие рульки вот тоже не люблю например это это по моему кто у нас чуретос кто кордера этот козлик козлов я тоже не люблю чинами не козлов не баранов еще с детства у нас всегда были козлы в детстве нет козлов не был были бараны но я их как-то не там не очень любила поэтому смотрите сколько хамонов 85 евро с оферты не но вы посмотрите это сливочное масло друзья у всего рубль ирландская слушайте 100 грамм рубль ирландская но это к рождеству было она вообще господи что только не приду ой смотрите здесь и дед мороз оказывается есть обалдеть я уже дома уже сварганила еду здесь вот баклажаны у меня на азиатский стиль там сосиски варятся я купила вот что мясо это на фарш 475 килограмм буду мешать куриные свиным здесь 495 килограмм ну вот эти вафельки за рубль 2 баночки спаржи тоже за рубль сыр вот этот вот light что-то рубль 49 по моему стоит кстати вот эта колбаса я не знаю сколько стоит сейчас в чай в чек посмотрю потому что там не был учетный чек это цены а мне очень захотелось потому что колбаса напоминает ливерную обожаю ливерную колбасу кто со мной кто тоже любит ливерную колбасу сейчас мы с вами попробуем так 285 стоит вот это вот колбаска сейчас мы ее с вами попробуем потому что я обычно обычно беру бутифара очень вкусная это что-то не знаю до чарли попрошайка быстро пришел ну состав почитала там колбаса сделано из мяса свиных голов вот так отматываю это больше похоже на сальтисон очень много мяса у меня свиных голов но вкусная со специями чарли тебе такой нельзя здесь много специй вкусно попробовала душу отвела теперь будет валяться в холодильнике как обычно знаете у нас все так всегда вот такой взяла мафедония это я делаю винегрет здесь все и картошку уже все добавлено все вареное слил воду добавил свеклы все готово раз уж чек тут то мы его сейчас и посмотрим сколько у нас он стоит рубль 99 такая баночка вот такой взяла десертик себе ванильный крем 2 204 вот это шоколадный рубль 79 мускатный орех и вареники груши и створогом обалденно вот эти кстати вареники прям вообще суперские валькам повсегда беру всем советую классный на десертик мне ням 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 нямшечка ножницы и мои швейные принадлежности после того как я показала вам свои штаны которые нужно поменять И о том, что не мешало бы на эти какой-нибудь ремешок приделать. Я долго лежала, думала, мучилась и подумала, ну а почему бы мне не приделать самой туда поясок? Руки есть, растут из того места. Сказано, сделано. Пришила вот такие вот, не знаю, как это назвать-то, для пояса. Вот, все довольно-таки кулюторно выглядит. Но я эти штаны все равно не ношу, знаете, так, чтобы тут было все открыто. У меня есть для них специальная одежда, которая прикрывает, скажем так, паховую зону. Потому что, не знаю, вот как-то джинсы носишь, вроде бы ничего, нормально, когда там короткие свитера. А вот когда леггинсы, как-то мне не нравится. Мне такое ощущение, что я как бы, если не прикрою вот эту вот попу и спереди, что находится, то как бы, как будто я голая. Вот не знаю, почему у меня с этим связано. Хотя наденешь джинс, они вроде бы так же обтягивают и все, но как-то все равно не то. Ну, короче. Я вот пришпандорила сюда, видите, вот эти вот штуки. Нашла какой-то пояс, потому что оказалось, что пришпандорить ты пришпандорила. Ну, узкие вот эти петельки, как бы я хотела, ну, чтобы хоть как-то презентабельно выглядело. И теперь мне нужно купить какой-нибудь хороший узкий ремень, пояс, ремень. Потому что вот этот вот какой-то нашла где-то. Вот, смотрите, уже все, он уже устал. Он же хочет на отдых заслуженный. Ну, и он вообще плохо держит. Мне вот нужно купить теперь какой-то пояс узкий. Я знаю, есть в Страдивариусе, есть поясочки хорошие. И попробовать поносить и посмотреть, может быть, будет все зашибись. Потому что мне они нравятся, вот как они такие мягкие. Вот, и снутри, и снаружи. Ну, а то, что там на жопе вот так вот, да, вот так вот все. Ну, я же говорю, я жопу свою прикрываю. Вот. Так что я вот этим вот. После монтажа мне в голову взбрело, что надо именно этим делами заняться. А еще мне вчера вот этот друг очень сильно напугал. Потому что, ну, я вот такая вот тут лежу. У меня тут под задницей вот эта вот штука греет меня. Вот. Чарли, как всегда, лежит на мне. Вот. И знаете, и слышу, как будто он так дышит, вот как похрапывая. Он иногда может похрапывать, но как бы так похрапит, похрапит, перестал. А тут прямо дышит, вот похрапывая. Я такая, нифига себе. Это, наверное, уже в часов полодинства вот так вот. Потом слышу, он начал кашлять. И прям вот кашлять, как будто у него что-то в горле. Вот так вот кашляет, кашляет и хочет оттуда вот что-то, как будто ему умешает в горле. И знаете, сам пугается и пришел ко мне, вот так вот лег со мной. Вот тут вот я его так обняла. И вот он похрапывая лежит и вот так кашлять начинает. Вот. Я, как говорила, ну, собаки все чувствуют волнение. Я прям уже, думаю, все, пересрала. Включила фонарь, залезла ему в рот. Им, конечно, это не понравилось, но я залезла ему в рот посмотреть, а вдруг там что-нибудь у него на пляже подобрал или что. Хотя со времени, с того времени, как мы пришли с пляжа, уже прошло, наверное, часа четыре, может, даже больше. Думаю, что за фигня такая. Ничего у него во рту не оказалось. И вот пошли. Я уже, знаете, себе намешала в голове, что все, завтра с утра, никакой работы, иду быстро к ветеринару. Уже рентген делаю, все, рак легких, блин, не дай бог. Ой, уже полезла в интернет читать, что, почем, хоккей с мячом. Послушала его, знаете. Ничего не хрипит у него, ничего. Дышит нормально, не хрипит. Ой, все, уже придумала, что он сожрал какую-нибудь креветку с крючком на пляже. И вот этот крючок у него там где-то застрял. Ну, короче, знаете, как вот, не знаю, вот начинаешь себе надумывать, и думаю, ну, вот эта ночка мне предстоит. В общем, пошли спать такие. Я уже, знаете, лежу и сама вот прислушиваюсь, а я же сплю плохо. Прислушиваюсь, такая прислушиваюсь. А он все, он уже как бы покашлял один раз, и все, и перестал. И всю ночь мы спали замечательно. И вот сегодня он встал и даже ни разу не кашлянул. Видимо, действительно что-то попало, потому что я вычитала в интернете, что там если попадет им что-то... Вот сейчас он на свое место сядет. Что там, еда? Вот, вот, это его любимое место. Мои коленки. Где бы я ни была. Работа, дом. Короче, утром встать. Я ему вчера и печенье его даю, и чучи. С аппетитом у него было все замечательно, все хорошо. То есть аппетит не пропал. Вот. Так что, ну, конечно, знаете, это такие... Я уже начала придумывать, сколько этого, сколько мне это все обойдется. Опять расходы. Ой, блин. Так, а что у нас тут такое? Какой-то опять бдыщик. Так что вот так, собаки, это одно расточительство. Ну, это и такая любовь. Иди целоваться. Иди целоваться. Иди целоваться. Иди целоваться. Мои, вот видите, видите, сколько счастья мне дарит. Да. Да, сколько счастья дарит. А ведь понимает, говорю, иди целоваться, идет целоваться. Ой, в целом я понимала Вот такая вот радость Так что вот так вот Рассказала вам все Какая я, молодец Надо вот еще эти штаны отнести Но что-то неохота Я сегодня по полям Кстати, вы не забыли подписаться И поставить на лайк Жми на пальчик Лайкни меня Лайкни меня Лайкни меня Смотрите, какая красота Все, сфоткалась Едем дальше Вот Сосны ели Я иду между парниками Парниками Парников В общем, там парники Помидоры, черри А горы-то все так же Заснежены Но уже не так На улице сегодня прям хорошо Тепло так Вообще Шикарно, можно сказать Я когда выходила Было 17 градусов Ну, я повторяюсь Ну, я повторяюсь Потому что 17 градусов сейчас 17 градусов, например, весной Это разная температура Совершенно Может, зависит от ветра От того, что там, я не знаю Асфальт холодный Фиг его знает Но, в общем, вся разная погода Да, я даже моему рыбке сладкой Свитер не надела Потому что и так тепло Запарится еще Так что Идем Гуляем Черемое Вот так растет Черемое Вон фрукты, видите? Видите, не видите? Разглядите Ладно Пойдем дальше Гулять Здесь такие контейнеры стоят С ботвой Из-под Томатов Такая вонь стоит Просто нереальная Как они воняют Противно Это просто Фу Вон, видите? Контейнер Бяк Кстати, смотрите Как здесь выращивают картошку Не только картошку Большинство Вот таких вот Корнеплодов Или как там Вот так выращивают Сажают картошку Натягивают пленку Черную И проделывают дырки Потом в эти дырки Картошка Или там еще что Вырастает То есть ботва наверху Корнеплоды внизу Никаких сорняков И получается Как парниковый эффект Вот А между рядами Вода вот так течет То есть там где-то Открывается Вода В определенное время И вот так вода И начинает течь По этим вот Между рядами И вот так вот поливается И то есть вода попадает Только на корневую систему Скажем так И никак не на саму картошку Кстати, вот там вот ее Опрыскивают Помните, я вам говорила Есть ли здесь Колорадский жук Ну, наверное, есть Раз ее Опрыскивают Так что вот так вот И куда-то Поезжал один Так выращивают Картошку А это Походу салат Тут Скоро зацветет Картофель Сварила себе яйцо Что-то на ужин Не захотелось яйцо Сейчас делаю Напиток живительный Здесь у меня Имбирь Шиповник Сейчас облепиху хочу Добавлю Еще добавлю Облепиху Мне будет Кажется Это будет прям Супер-пупер Такой Напиток Все Жду кипятка Заливаю кипятком Чуть такой-то И апельсин Одно яйцо И апельсин будет у меня На обед О, на обед На ужин уже Я все про обед Помыла посуду Я, вы знаете После обеда Не мою посуду Так как мы обедаем В разное время И иначе придется Мыть ее Каждый Целый день Стоишь Только у плиты И моешь А ближе к вечеру Когда я мою А муж вообще С утра моет Когда встает И моет Ему так удобнее Ну вот сегодня Не вымыл Пришлось мне Сейчас скажу Что за дела Почему Отлынивает От работы В апельсине Самое вкусное Это вот это Детка Да, называется Так, возьмем Тарак Не будем свиньями Кипяточек Закипел Вот это вот Самое вкусное Ну согласитесь Так, заливаем наш Напиток В термос И будет настаиваться И потом Когда я себе завариваю чай Вместо холодной воды Чай же горячий Я разбавляю Вот этим вот напитком Очень кстати Классно И вкусно И вообще шикардос Мне вот знаете Вкус вот так вот Неочищенных Вареных яиц Напоминает Запах Это Запах детства Не горячий Собак еще Просто солью Сейчас Ай Горячие Какие Все Мой обед Все друзья Я пошла Умываться И отдыхать Чего я вам желаю Ну если конечно Это ночь А если это день То я желаю вам Продуктивного дня Лайки Вяжу Все равно Все поставили Подписались Все как надо Да Так что все Ой Сколько воды у меня тут Натекло от яиц Хотели убежать Яйца А я их поймала Все Теперь все Вода 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 Кругом Вода Всем Пока Пока Пока